Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». С вами Мария Руда. И сегодня у нас в гостях Юлия Ахмедовна Завертяева, начальник управления учебно-вспитательной работы Рязанского государственного университета. Юлия Ахмедовна, здравствуйте! Хотелось бы с вами сегодня поговорить про форум русского языка, который пройдет совсем скоро уже в Рязани. Это третий форум. Расскажите, с чего все начиналось и как вообще пришла идея его проведения? Да, третий форум русского языка, посвященный наследию академика Измаила Ивановича Срезневского, состоится уже на следующей неделе. С 17 по 19 октября приедут студенты, молодые люди в Рязань со своими идеями, как сохранить чистоту русского языка, какими средствами, способами они предложат свое видение этой проблемы. Форум уже проводится в третий раз, и начало его – это была студенческая инициатива. Идея была поддержана. Два года форум русского языка становился победителем конкурса поддержки программ развития деятельности студенческих объединений, проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации. В этом году он также был в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди высших учебных заведений, который проводился в Федеральном агентстве по делам молодежи, Росмолодежью. И в июле были объявлены победители, среди которых был и проект нашего университета, форум русского языка, посвященный наследию академика Срезневского. Здорово, что такая студенческая инициатива уже третий год поддерживается на высоком уровне. Это значит, что дело, которое делают наши студенты вместе с преподавателями университета, оно полезное, значимое во всех отношениях и для самих ребят, и для тех, кто приедет сюда. Илёха Медовна, а кто приедет? Я так понимаю, что форум – это всероссийский. Да, форум всероссийский, и в этом году было заявлено почти 80 человек, среди которых буквально вчера был проведен отбор заочный, потому что каждый из них подает на форум свою проектную идею, проект научно-просветительский по популяризации русского языка среди молодежи, разных категорий населения, сохранения русского языка. И очень много интересных аспектов именно вот этой проектной деятельности ребята предлагают. И в этом году к нам приедут почти представители 20 регионов, 7 федеральных округов. То есть это так значимо? Да, география действительно обширная, и благодаря тому, что Российская Федерация имеет много регионов таких уникальных, самобытных, то очень интересно просто даже посмотреть, какие проекты ребята привозят по исследованию диалектов, например, местных в каких-то малых республиках Российской Федерации, дальних районах. Действительно становится очень интересно. И у них при обмене опытом тоже те участники, кто приезжают, они обогащаются, естественно. И каждый приехал с одной идеей, но я уверена, что после форума он увезет еще много идей отсюда. Юлия Ахмедовна, скажите, пожалуйста, два форума уже прошло. Вот вы действительно сказали очень правильную мысль, что ребята обмениваются опытом и обмениваются идеями. Но вот что-то за эти два года удалось уже реализовать и занять сативу ребят, которая была озвучена на форуме? Да, я думаю, что и в регионах, куда ребята потом поехали, они продолжают свою работу. И у нас есть сообщество, по крайней мере, в социальных сетях. Мы видим, что они работают над своими проектами. Кто-то даже представляет результаты уже там в виртуальном пространстве. Но из наших вот можно привести пример создания виртуальной экскурсии по музею Академик Срезневского. Опять же, вот даже у нас есть диск, который создан нашими ребятами, студентами. И каждому участнику форума, кто приедет на следующей неделе к нам, мы в качестве подарка и, опять же, подтверждение того, что это студенческая инициатива прошлых лет, она здесь тоже имеет место быть и востребована, мы вот каждому будем дарить этот диск. Ну, наверное, Измаил Иванович Срезневский личность действительно уникальная. Его почитают во всем мире. Почему-то в России как-то немножечко одно время не принято было о нем говорить, а между тем все-таки это создатель, единственный создатель русского словаря от «а» до «я». Да. И вот скажите, вообще как-то знакомство ребят с этой личностью на форуме происходит? Да, происходит. Мало того, что ребята обязательно посещают, все, кто приезжает, наш университетский музей, у нас в числе, в организационном комитете также и администрация Шиловского муниципального района. И один день мы едем в село Срезнево Шиловского района, где расположен музей академика, мемориальный комплекс, и в стенах этого музея также проходит часть образовательной программы, ребята общаются с экспертами. Именно там мы посещаем обязательно мемориал, где академик Срезневский похоронен, и, соответственно, там и почести какие-то отдаем, и слова говорятся очень важные именно там, в том месте, где он находится. Ну и еще интересно то, что у нас на форуме всегда есть кто-то из династии академика. То есть на этот форум мы тоже планируем потомка, что он приедет. Вы сказали, что одна из задач этого форума – это сохранить чистоту русского языка. Наверное, вы непосредственно общаетесь со студентами, работаете со студентами. Скажите, пожалуйста, вот как они видят вот это вот сохранение чистоты русского языка? Может быть, еще какие-то проекты предлагают? Ну, язык молодежи, он разнообразный, конечно. Велик и могучий. Да, есть очень интересные и выражения сейчас именно в современном мире молодежном, который там из иностранных языков. И вот эти виртуальные пространства тоже влияют. Но все-таки люди молодые, они в большинстве своем все-таки осознают себя частью вот этого вот народа русского, именно нашей страны многонациональной. И когда разговариваешь с ними в какой-то деятельности, они за то, чтобы, конечно, всеми силами стараться чистоту русского языка сохранить. И видят, что это действительно основа национальной безопасности нашей страны. Не хочется действительно вдаваться в политику, но вот мы видим прекрасно то, что происходит на мировой арене последние, наверное, десятки лет, когда в некоторых странах русский язык просто попадает под запрет. И вот как-то вот это вы обсуждаете тоже на форуме с ребятами. Это находит отражение вообще? Они понимают, что происходит? Да, они понимают это. И в общении с экспертами они тоже ищут пути решения этой проблемы. Но и в этом году форум у нас, одна из новаций форума, это будет «Круглый стол» 17 октября, который соберет представителей и власти, и общественных объединений, и нашего профессионального сообщества, эксперты из Москвы и будут, из нашего университета, представители из фонда «Русский мир», из Федерального агентства по делам национальности, из правительства Рязанской области. И будет действительно обсуждаться, вот, и я думаю, что и этот аспект, наверное, тоже будет затронут, как в современном мире, какие есть проблемы и нахождение путей решений, какие-то проекты новые, совместные, международные, наверное. Ну, это, наверное, крайне важно и необходимо, потому что, наверное, большая часть ребят все-таки пойдет потом дальше учить новое поколение, правильно? Да, это самое главное, что должны ребята с студенческой скамьи уяснить, потому что они элемент этой большой цепи поколений нашего русского народа. И они – это те, которые будут потом работать с теми, кто подрастет через какое-то время. Миссия, конечно, очень ответственная, и мы стараемся всегда при работе с молодежью именно на это обращать внимание, стараться ребят воспитывать и предлагать такие формы деятельности, где они это осознают, где они будут с детьми работать. Вот на них будет потом действительно лежать эта ответственность через 5-7 лет. Скажите, пожалуйста, вот в чем уникальность этого форума заключается? Может быть, форма его проведения? Это будет работа по секциям или это будут какие-то выступления на конференциях? Что, как будет проходить? Цель форума – это вовлечение молодежи в сохранение русского языка, в продвижение русского языка, в молодежной среде, в среде подрастающего поколения путем вовлечения молодежи в научно-просветительскую, проектную деятельность. Форум содержит и образовательную программу, культурно-просветительскую программу, защиту проектов очную. Ребята будут общаться с экспертами. Эксперты у нас из вузов, партнеров, из Государственного института русского языка имени Пушкина, Института русского языка имени Виноградова, Российского университета дружбы народов. То есть широкая очень тоже палитра. И наши преподаватели Рязанского госуниверситета тоже принимают участие в очной экспертизе проектов. Каждый студент, кто будет здесь представлять свое видение, свою идею, проект, он получит уникальную, я считаю, возможность общения с профессионалами своего дела, с экспертами. И это будет очень полезно, я думаю, дальше ему уже продвигать свою идею, как-то реализовывать. Скажите, пожалуйста, вот еще я все-таки к опыту прошлых форумов хочу вернуться. Как-то вот ребята вообще активно себя проявляют? Активно в плане защиты или... Ну, в плане вообще предложения идей, в плане вообще постановки и понимания проблем. Да, есть очень активные, есть очень интересные проекты. Ну, даже можно привести, наверное, пример. Вот на этот форум представлен будет один проект, который посвящен анализу деловой переписки города Коломны XIX века. Я думаю, тоже уникальные какие-то вещи ребята ищут. Или в прошлый год у нас был проект по созданию мультипликационных фильмов на основе опыта, материалов, исследовательской экспедиции студенческой по селам Карелии. Тоже очень интересно, там истории, ну, сказки фактически были. Ну, это, наверное, диалекты тоже уникальные, да? Да, да. Порой смотришь и удивляешься, насколько богата Россия своими людьми, народами, традициями, да, наследием своим. Юлия Ахмедовна, ну вот вы сказали уже, что ребята очень часто при подготовке своих работ на форум используют исторический какой-то опыт. Вот это действительно очень замечательно, без истории нет будущего. Но в любом случае язык – это живой организм, он постоянно развивается вместе с нами. Даже кто-то сказал, что это зеркало наше. Вот язык, на котором мы говорим, это наше зеркало. Зеркало даже целого народа. Вот скажите, пожалуйста, ребята, какие видят проблемы? Ну, вот заимствование, понятно, да? Наверное, нецензурная лектика, тоже понятно. Что ещё? Ну, да, это всё одноходит отражение в проектах. Например, вывески, которые рекламные, или вывески магазинов тоже. Проекты есть и посвящённые этому, то, что как бы там встречаются и ошибки, и какие-то неточности, и откровенные… Перевирание, можно сказать, да? Перевирание. Перевирание, неслов. Да. Вот, это большая проблема, на самом деле. И студенты предлагают пути решения, ну, просто даже от того, чтобы сфотографировать это и где-то выложить, поговорить там с хозяевами заведения тоже. Вот ещё очень много проектов посвящено, кстати говоря, работе с иностранцами, и с мигрантами, с детьми мигрантов, и со студентами, число которых год от года у нас увеличивается. И, например, очень много идей по созданию межкультурных клубов. Это в каждом регионе, наверное, такие есть идеи от каждого региона. Или вот обучение детишек именно, мигрантов русскому языку. Волонтёрские проекты есть, какие-то акции, экспедиции. Ну, кстати говоря, и старшее поколение тоже оно задействовано, бывает, что студенты как-то стараются объединить там и молодёжь, и старшее поколение. И вот эту вот популярную форму работы как волонтёрство. У нас несколько участников, сами они являются студентами Российского университета Дружбы Народов по популяризации русского языка, продвижению его в своих странах. Как интересно! Вот, так предлагают. В Индии, например, сделать что-то, что популяризирует русский язык. Я думаю, что через литературу, конечно, всё это идёт, и иностранцы, в первую очередь, их покоряет именно литература наша русская. Искусство, музыка, живопись. Всё-таки это то, что мы накапливали веками. Вот язык через искусство, через литературу они очень воспринимают так здорово. Юлия Ахмедовна, спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали про форум. Будем ждать с нетерпением результатов этого года. Спасибо, что пригласили. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова